Здравствуйте, дамы и господа. Это канал Горкентко и игра под названием Sunless Sea. Дополнение Zubmariner. Море никогда не было дружелюбным человеком. Человеку в этой игре вы не можете стрелять через острова, особенно если на них кто-то живет. Право, как можно. Мы находимся в северных далях. За большой аркой над заливом растянулась бледная пустырь, белая и тихая, как лицо луны. С палубы можно предположить, что все это снег. К северу от города соленые омоты искрятся невозможными цветами. Отпустить команду на берег, в северной дали. Народ города в северной дали тихий, хитрый и таинственный. Они ковармятся пещерной рыбой, кироющимся в пыли зверьем с пустоши. Пиво у них, однако, приличное. Спасибо, но нет. Ну, давайте-ка я вам покажу, что же будет, если подплыть к верхней границе островков. Там ветра дуют очень сильные. И через эти ветра проплыть, ну, не просто, скажем так. Ну, возможно, но давайте-ка будем плыть вдоль верха, чтобы у нас не нарастал так уж ужас, понимаете. Он такой опасный и непростой. Всегда мешает жить нам мирно и счастливо. Ну, мы попробуем. Попробуем выиграть в этой жестокой игре. И не выжить от этого монстра. Надеюсь, нам удастся сбежать. От этого живого острова. Ой, переборщили. Мы потратили лишнее топливо. Ну, ладно. Живой остров. Оплыли от греха подальше. Ну, и ладно. Тушим, тушим оборону. Огонь! Вы слишком сильно разогрели двигатели. Моряки кричат, пламя яростно бушует. Подлетать раненых, потушить огонь. Сделайте все, что в ваших силах. Очень рискованная задача. Открывается внизу не более чем ноль. Открывается не более чем серпентин. Быстро. Повсюду раскаленный металл и горящая плоть. Держитесь и молитесь. Сердца 35 мало для решения этой задачи. Вы потеряли 7 корпусов и потеряли 1 команду. Мне жаль. Но выбора у вас не было. Вы теряете контроль над своим телом. Нет врагов. Запустить летучую мышь. Тенеп недалеко на восток. Морозная крепость. Надо вроде в морозную крепость нам отправиться или куда. А я не помню, честно. Нас спросили. Нет. Коралловый принципат. Я же правильно помню. Журнал. Офицеры. Судно. Журнал. Коралловый. Портус Сестил. Коралловый принципат. Да, хорошо. Плывем тогда. Смотрите. Нарастает. Включаем свет. Снимаем кошмар. Хитрая придумала. Тем самым мы сэкономим драгоценные ресурсы нашего топлива. Читаю комментарии, к сожалению, с большой задержкой, потому что эту игру я люблю снимать подолгу. Не по одной серии, не по две, а по четыре, например. Так что надо это учитывать вам. Тут можно, надеюсь, проплыть, я не знаю. Мне кажется, что можно. Потому что тут арк какая-то. Ужас стремительно нарастает. Морозная крепость. Что нас ждет в этом страшном и ужасном месте? Нам это предстоит только выяснить. А пока давайте усядемся поудобнее и приготовимся к страшной муке. Морозная крепость, это вещь такая интересная. Ужас от моря тут меньше всего. У нас также история есть какая-то, которая ждет нас фортуна. Время лечит, написано. А также время вот что делать с нами. Мы сходим с ума. Мы очень быстро сходим с ума. Постепенно мы лишаемся своего рассыпка. Башни и пандусы, галереи и лестницы. Изо льда поднимаются и вращаются, словно в сладком сне архитектором. Даже паук не смог бы сплести такую сложную паутину. Башни в совершенно первозданном виде, не тронутой человеческим присутствием. Кроме жалкого убогого лагеря поселенцев на причале. Выпить чаю с поселенцами на пристани. Некоторые из них носят мантию рыбаков из Ири. Некоторые похожи на народ острова Северной Дали. Но гораздо оборваннее. Они... Но все они кажутся более практичными, чем любой из тех народов. Что там найдем? Мы тут для игры в истину, объясняет рыбак с Иримой, наполняя чашку в третий раз. Каждый год люди с Иримой у острова Северной Дали собираются здесь состязания. Закончил он расплывчатой разницы между вопросом и загадкой. Однажды кто-нибудь проявит себя достаточно, чтобы войти в замок. Вы проводите несколько приятных часов, пробуя чай с добавлением ликера с Ирима, бледного пирева, острова Северной Дали и чего-то, что рыбаки Ирима вежливо назнимают змеиный торт. Они предлагают вам топливо и припасы, прежде чем вы уходите. У нас много запасного, рыбак с Иримой успехается. Время от времени капитаны теряются и пристают здесь, и мы всегда переживаем за них. Получили припасы, топливо потеряли много ужаса. Чем тут занимаются поселенцы? Тут не только народ Сирием и из острова Северной Дали. Тут есть странный исследователь, случайно попавший сюда безумный ледяной скульптор. Порой приходит неприветливый, очень грустный человек-кальмар, но по большей части тут царит амосфера дружеского соперничества. Войти в морозную крепость. Длинные пролеты лестниц поднимают вас к отвесной скале. Там нет двери, ваше отражение верстит в облике льда. Вы не можете войти в морозную крепость, если ваш ужас больше двадцати. И вы не должны идти в морозную крепость без уважительной причины. Отражение пятьдесят. У нас только тридцать шесть. Отражение надо развивать, одно могу сказать. Ищем дальше, что тут у нас. Что же будет в этой морозной крепости? Брайт. Брайтон Бич. Одно только знаю. Свет прожектора. Пусть загорится и не пугает нас. Брайт какой-то. Хорошо. Ну, мы тут, надеюсь, к этой серии-то найдем. Это ханство. Ну, не ханство, а коралловый принципат. Брайт. Ну, как карту, я не знаю, подводную. Когда-нибудь очень скоро, я надеюсь, мы даже скоро подводником станем. И опустимся в ужасные глубины. Полная мощность! Ты что-то будешь делать, а? Ну, все, поздравляю. Крики из отопления. Я промахиваюсь постоянно. Ну, косолапый, понимаете? Что поделать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще чуть-чуть. Так, что это такое? Люмисцентные создания, похожие на брезгливых дельфинов, играют на вашем кильваторе. Что же это? Вулкан какой-то. Магма. О, зайти можно сюда. Топливо, кстати, у нас, видите, опять сравнено. Гора Палмерстон. Недалеко на северо-восток. Коман, сколько батросов у вас на борту. Вдохновение, лечение, защита. Тайные и иногда полезные знания. Получен секрет. Подняться к кратеру. Говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Они пускают гостей в северную конвенцию? Наверное, нет. Но вы же точно не знаете. Вдруг они продают билеты. Открывается встреча с такующей дьяволицей, не более чем нулю. Ну что, зайдем, рискнем. Вы смотрите вниз и видите порт Палмерсон. Похожим на игрушку и развалин. Похожий на граффель. Вы много прошли, но конус вулкана по-прежнему высоко над вами. Нужно немного отдохнуть, прежде чем пройти последние полмили. Предложил событие. Теперь у вас есть цель. Цель встречи с тоскующей дьяволицей потеряна. Вы нашли небольшой домик у бороя с северной конвенции. Тоскующая дьяволица. Дорога к кратеру. Заканчивается у латунных ворот прямо в его стене. За ними вы видите на удивление прелестный маленький коттедж. Он собран из пемзы и базальта. Однако у фасад сплошь покрыт жимолостью. Столь же прелестная дьяволица в чайном плаке опирается на стену домика, вращая зонтиками, обвеиваясь им. «Я охраняю это место», — томно замечает она. «Вам нельзя пройти, однако, могу ли я вам предложить чашечку опенкового чаю?» «Опенковый? Он же ядовитый, правда?» «Вы очень надеетесь, что нет». «Рискнуть или не стоит?» «Боюсь, сойдем с ума мы так. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Ужас в чайном платье!» «Нет сомнений, что она будет гораздо менее любезна, если вы пытаетесь сломать эти ворота. Но сейчас это вежливая женщина в чайном платье и с мягким голосом. Чай горячий, пикантный и довольно приятный. Она расспрашивает вас о ваших приключениях. Она отчаянно нуждается в новостях о Лондоне, о его туманах, о его ночах, о его болезнях, о его бедности, о его огнях. Она тактично обходит стороной вопроса собраний, но делится парой секретов подземья. «Приходите ко мне еще!» — говорит она. «В следующий раз снова, на этом же месте». Она изящно пожимает плеча ней. «Принесите мне подарок, если хотите». Интересно. Хмурые огни сияют зеленым на краю пристани. Позади портовых зданий весь остров по колено в золе. Тут и там руины домов, разрушенных от пожара. Высоко вверху верхушка горы вспыхивает красным. Всего на мгновение. Принять записку от женщины с вуалию. Женщина средних лет в шапке с вуалью внимательно смотрит на вас, ожидая, когда вы заметите ее и выслушаете. Нанять офицера. Беспощадная мадиска. Ах да, это было бы хорошо. Мне нужен ваш корабль, мой дорогой. И я льщу себе, что вам нужна я. Понятно, но не можем. Тюк парабола льда. Не дам я вот ничего, какого тюка. Копать среди руин. Возможно, жители оставили ценные вещи после себя. Да, возможно, вы можете покопаться в останках. Вдруг что-то можно найти. Вы мародер. Может покопаться? Один раз. Теперь у вас есть диковинный артефакт. Десять. Вы получили... Точнее, ужас вы получили. Вы также получили печальные останки. Ваша удача успешно решила задачу. Сколько их здесь погибло? Вы могли бы похоронить их под пеплом, но они уже настолько побиты и смешанно золой, что можно с таким же успехом оставить их здесь. Все равно это были уже... Все равно это уже грешная земля. По крайней мере, вы раздобыли сувениров. Три ухмыляющихся черепа и резной неверный крест. Топливо дешево тут можно купить. Или нельзя? Или оно стоит всегда? По-моему, оно стоит десять всего. Ну, дьявольский зубчик. Двадцать два. Там двадцать. Зубчик. Говорил-то он... Десять зубчиков, да? А ну... Десять зубчиков. Иолит. И что же нам делать? Хлеб насущный. Вредные выбросы горы по Лумерсон утравляют провизию. Ну что, купим эти зубчики, а? Вроде же десять он просил этот коллекционер. У него есть план. Мечта и план. Она хранитель Северной Конвенции, видимо. Ну что, купим зубчик. Зубчик. Ну давайте-ка десять зубчиков, как и нас и просили. Ой, это ж семьсот будет стоить. Нет. Мы не готовы. А то мы можем разориться. Так, понимаете? Лучше не рисковать. А может покопаться тут? В останках чужих, а? Болтать с народом в порту о Северной Конвенции. В аду произошла революция. Дьявольская аристократия бежала сюда. Здесь они плетут интриги в изгнании. Получили портовой отчет. Голы Пармирсон. Покопаем. Отлично. Еще припасы. Нет, потеряли. На что нашли диковинный артефакт? Нашли память о дальних берегах и получили ужас. Стали нервным. И печальные останки также получили. Еще покопаемся. Все. Но ультачи мало. Нашли только интригующий отбрывок и память о дальних берегах. Получили пять ужасов. Немного, но неплохо. Одна стена старая до сих пор стоит. Кто-то выдолбил на ней слова на одном из алфавитов ада. Что-то насчет сна об узурпаторе солнца, о его зубах шестеренках, глубоко проникших в корни времени, о его служащих в одеждах из золота и янтаря, о его красоте и его лжи. Купим-ка еще припасиков. Ладно. Пятьдесят. Но мы тут хитрые люди. Закопаемся. Отлично. Снова. Теперь у вас есть два зубчика. Хорошо. Зубчики-то, а? Алый тайник. В сухом, покрытом пеплом, сзади распитом фермерском домике вы находите две банки супа. Припасы на черный день или скрытое сокровище. Никто за ними больше не вернется. А если вернется, то ничего не получит. А может еще копать среди руин? Пустота. Все, больше не надо нам. Ваши пальцы стали листерами от пепла. Ваш экипаж непрерывно кашляет. Вы не нашли ничего, кроме разбитых полей и пустых полок. Хорошо. Просто деньги выбросили, если что. Надо поискать тут что. Гора Палмерсон. Страшная голова... Ой, свет выключим. А то... Север-юг. Ну, под воду уйти мы, к сожалению, не сможем. Так. Коралловый принципат. Где же ты, а? Где же ты? Ужас от моря тут меньше всего. Нарастает у нас ужас, да. Главное, его доста не допустить. Этот ужас. А то будет плохо и грустно. А так, в принципе, можно. Неумолимые инженеры. Старший миф-маханик. Поговорить. Отражения. Но отражения нам нужны. Он стремится наставлять вас таким ревением, с каким лишь утопающий может стремиться к воздуху. Однако ему с трудом удается найти слова для собственных мыслей. Этот знак дал ему эти знания? Или это лишь старое учение, что ему так не удалось забыть? Вы потеряли секрет, зато получили отражение. Но не будем с ним обедать, не знаю. У нас сейчас недостаточно такая уж хорошая ситуация, чтобы мы могли развлекаться. Тяжкое время. Правда ли? Я думаю, вы согласитесь со мной. О, чудовище. Крейсер Касса Калигу. Оплыть его надо, значит. Еще и ужас нарастает. Но можно только его плывать. Ну что, вернемся, может? На эту гору. Промпелмерсон. Свет включаю. Плывем, плывем, плывем. Столб дыма поднимается из дымохода. И мы снова возвращаемся в этот порт. Ужас нарастает. Страшно, да. Тут, а вы как думали? Тут все такое страшное и ужасное. Все такое ужасное и страшное. Заходим. Сохранимся на всякий случай. Вдруг нас дьяволица убьет. Заново начинать как-то не хотелось бы. Ну, это вряд ли. Посещаем тоскующую дьяволицу. Вы смотрите вниз и идете. Видите, порт Плывмерсон. Похожим на игрушку развалины. Похожим на гравий. Мы много прошли, но конусы вулкана по-прежнему высоко над вами. Нужно немного отдохнуть. Потому что... Ей нужен ящик. Нет уж. Ха-ха. Я охраняю место. Вам нельзя пройти. Могу предложить вам чашечку опенкового чая. Нерешительная просьба. У вас случайно не найдется ящик от люжды меня? Нет, я не буду их есть. Мы не едим души, как правило. Мне непонятно, откуда взялись эти разговоры. Я просто... Я ведь сказал вам, что скучаю по Лондону. Скучаю по Аду. Мне бы хотелось получить сувенир на памяти всей души, как вам известно, по праву принадлежат нам. Но свою душу мы не будем отдавать. Или же вы могли бы просто одолжить мне свою. Она прикусывает свою губку и смотрит прямо в ваши глаза. Со мной ей будет безопаснее. Куда безопаснее, чем в море. Если вы утонете, она будет здесь со мной всегда. Смертные так часто тонут. Она кладет свою тонкую желтоватую руку на ваше запястье. Даже сквозь ткань манжеты вы чувствуете ее тепло. Будто тепло камня, нагретого солнцем. Это совсем не больно. Тактично отказать. Не нужны еще человеческие души. Я понимаю, это немного бестактно, но у меня было так мало человеческих друзей. Извини, если я иногда бестактно. Посиди со мной немного. Давай просто поговорим. Ох, и у меня есть корзина настоящих опят. Может быть, твой повар найдет для них применение. Гора. Не будем ничего копать, пока с ума не сошли. Нам нужен, в общем, ящик человеческих душ. Подарок ей нужен. Гостиниц от нас. Что же она... Что же мы ей сможем предложить? Я не знаю. Мы посмотрим. По обстоятельствам. Что это такое? А вот это что такое? Это что-то страшное. К этому лучше вообще не подплывать. Котлов... А! Это остров, а не котлован никакой. А представьте, перепутать впадину с островом. Это же будет смешно. Ну, в принципе, это не смертельно. И то, и то надо отплывать, как-никак. Так что... Мы входим в шторм кости. Огни святого эллима танцуют в воздухе на палубе. Вдали виден цвет драный ворон. Где? Вот она, драный ворона. На восток она. Главное еще коралловый принцип. Ой, у нас ужас увеличивается. Пора возвращаться. Но если мы еще не увидим еще что-нибудь, Z, то тогда придется боюсь, что нам возвращаться. Нечто вроде пчелы проникло в ваш кусочек бисквита. Она дерзко покачивает своим устьем, не ставившись на вас. Ужас от моря тут меньше всего. Нет никаких островов. В радиусе лет и летучие мыши. Мыши. В воде что-ли что-то, я не понимаю. Давайте-ка тут поплаваем, поищем. Ужас 67. Море темное и безгранично. Ужас увеличивается. Отражение. Давайте, кстати, сделаем загадку великую. Журнал. Судно. Стратегическая информация. О дальних берегах. Две. Ну, морской истории нет. Давайте-ка в честь память о дальних берегах. Теперь у вас есть жизненно важная информация. Вы потеряли память о дальних берегах и потеряли стратегическую информацию. Зато есть у вас жизненно важный необходимый. Мор... Мо-цы-я... Ой. И это тоже неплохо, согласитесь. Кстати, с дьяволиции я так и не добрался. Вообще, как я уже сказал, я исследовал много островов. То есть, я исследовал острова раньше и получал за это деньги. А так, мал... Ну, я вчитывался на самом деле, но... Простейшие задания не проводил. Корабельный гудок. Это должно быть грань пустоты. Воздух потрескивает с малорозным излучением. На севере ложные звезды теряются в темноте. Северо-восток. Можно вот так еще проплыть. А уж надо возвращаться уже, все. Иначе выжим из ума. Грань пустоты. Лягушки. Нунций. Недалеко на юго-запад. Я его, кстати, встречал. И он был у меня где-то вот тут. Это Нунций. Шмыганье и шарканье в углах трюма. Сутулые фигуры на перилах палубы. Воздух крыстякина возбуждает корабельных вредителей. Мы видим грибховитые наросты, плавающие в море лили. Тут есть тюрьма. Она охраняется всевидящими жабами. Колокол послышался вдали. Гавань Макмастера. 50 фрагментов вы получили. Нет, это все-таки другой Нунций. Я его перепутал. Но жабы там тоже были. Секрет. Ну, секрет это хорошо. Да, Нунций я тут был. И в Нунции был. Но тут все хитро. По пристани ходят молчаливые чиновники в униформе почтальонов. Огромная статуя в короне отбрасывает пугающую тень. В тени сверкают глаза крыс. Их непрерывное скрежетание разливается, как поток. Сходить в таверну почтальонов. Она называется «Испачканная промокашка». Вывеска не походит на название. Исследовать пляж. Это длинная сланцевая полоса, усиленная подлинными бочками, бочонками и обломками. Составить портовый отчет. Вы еще недостаточно хорошо знакомы с местными жителями, но вы можете подготовить предварительный обзор. Предварительный обзор. Ну, сделали портовый отчет нунцей. В центре острова стоит статуя. Ее трудно не заметить. Тут каждый носит униформу и все обращаются друг к другу по ранку, которую они занимают в почтовой службе. Все власти в порту ссылаются на правильный. Все используют жаргон. Про любую изношенную вещь говорят, что она погашена. Как будто весь мир сделан из марок. Вы пишете о подавляющей бюрократии и атрибутах порядка, сохраненных тут так далеко от дома. Исследуем пляж. Камни мыльные и скользят под ногами, но вы сохраняете равновесие. Каждая волна выносит на берег новые письма или посылки. Поверхность воды усеяна ими так далеко, насколько вы можете видеть в этом мраке. Их несет сюда мощное течение. Спорить с человеком с метлой. Он полон решимости. Он выметывает письма с пляжа обратно в море. Море продолжает выбрасывать их обратно. Помочь человеку с метрой. Вы оба вместе все равно ничего не добьетесь, но может он будет чувствовать себя лучше. Больше не принимать, говорят красные каракули на упаковке. Что это тут такое, а? И немного удивительные. Связка крыс, которые когда-то были свежие. И на любителя, восхитительные. Но сейчас они совершенно гнилые. Подвергнуть содержание посылки по спешному захоронению. Это лучшее, что вы можете сделать. Перед тем, как избавиться от посылки, обращайте внимание на имя получателя и адрес. Стоит запомнить. Поможем человеку с метлой. В долгосрочной перспективе ваша помощь ничего не даст. Каждый промокший кусок бумаги, который вы выбросили в море, вернется назад через несколько часов. Но прямо сейчас вы расчислили клочок побережья в несколько метров шириной. Неприкрытые камни. Как они должны быть? Ваш спутник поражает к вам голову. Услышав, как вы работаете, кивает вам. Произошло событие. Теперь у вас есть нунс, и обучен почтовым секретам потеряно. Знаем про мусор вокруг острова. Изучить странные течения воды. Вода, которая приносит обломки на мерек, не следует обычным правилам. Это бесполезно. Через несколько часов исследований, вы, посматривая не на берег, на море, и забрасывая не блестящих поплавков в воду, вы не стали понимать принципы течения лучше, чем раньше. Еще раз. Хм. Ха, можно несколько раз это делать. Вы полностью обходите остров. Вся береговая лилия покрыта мусором, и все это прибывает на остров постоянно со всех сторон. Это не последствия какого-то одного необычного течения. Тут как будто все подземноморье впадает в нунс, за исключением, конечно, того, что эта сила не влияла на ваш корабль, когда вы шли сюда. Она не мешает кораблям уйти с острова, очевидно. Она влияет только на почту. Не более трех. Только на почту поняли. Влияет. Вы тут закончили. Наследнице кладыри предложить свои услуги. Она могла бы избавиться, избавить почтовых работников от зова. Разумеется, после этого они уже не будут почтовыми работниками. Лысая почтальонша даже не желает слышать об этом. Но вам все же удается заинтересовать одного. Я скучаю по Лондону, говорит он. Я устал. Во рту как будто все залито почтовым клеем. Тупой Томас вручает вам бутыль ромы и ключ от подвала. Мне это не по нраву, но отмывая кровь от лучшего пола, мне не хочется еще больше. Пациент снимает свою униформу в последний раз и ложится на холодный пол. Никаких зевак. Резко говорит наследница и выставляет вас за дверь. Похоже, она выходит с лоскутом кожи с груди пациента. Пациент выходит следом на свистую мелодию из МХ. Сувенир к ладыри. Напоминание об одной из ампутаций, проведенных наследницей к ладыри. Теперь у вас есть лечение к ладыри. Вы позволили наследнице к ладыри сделать из-под стальона, не под чтальона. Сходим в почтоверну. Послушаем почтовые истории. Рыбаки хвастаются рыбой, которую поймали почтальонах, хвастаются сложной доставкой. Выращиваем дружеские отношения с почтальонами. Аккуратное опускание бутылок на веревке по печной трубе. Просовывание через узкую щель писем с пометкой не сгибать ни при каких обстоятельствах. Грохочущие и стонущие ящики, которые нужно было доставлять на один и тот же адрес каждой недели. День в течение 22 дней подряд. Выставленные окна, подкупленные слуги, оплата доставки и собственного жалования. На что только не пойдешь, чтобы доставить еще одну посылку. Сложно сказать, что они ненавидят больше отправителей писем или их получателей. Совершенно ясно, если сообщение содержит только приветствие, то можно было бы просто поприветствовать человека лично, замечает лысая почтальонша. Еще раз. Вырасти... Нет, уже приятный, принятый местными жителями. Спросить, чем они занимаются весь день. Работник управления недовольных писем, не более, спросить, можно ли униформу на время. Если вы хотите тут приспособиться, вам будет нужна еще одна. Они вежливы и даже извиняются, отвечая на ваш вопрос. Вам здесь рады и рады в управлении недоставленных писем. Но вы не можете носить униформу, если не были почтовым служащим в падшем Лондоне. Правила. Тупой Томас позволяет вам взглянуть на его форменную куртку. Аккуратные строчки, позолоченные пуговицы, тонкие, но достойные, крутись мы на воротнике. Внутри заплатка напротив стерца, стежки в виде шести красных букв. Вы не можете прочитать их. И у вас начинают звучать глаза и кожа. На голове как будто горит. Просить, почему так много писем на берегу. Просить, чем они занимаются весь день. Должны же они чем-то еще заниматься. Крупное здание, центр города. Трудно не заметить. Вы можете работать там, если вы хотите. Пока не ясно, это щедрое предложение или угроза. Почему так много писем на берегу? Это тягость, говорят они вам. Недоставленные письма, как железные опилки, к магниту притягиваются нунцем. Убедитесь сами, предлагает лысая почтальонша. Спуститесь на берег, соберите кучу того, что туда прибило, и вы почувствуете достаточно скоро. Сэкономьте время всем нам, говорит тот и другой. Видимо, уборка мусора на пляже что-то вроде местного гражданского долга, вроде работы в управлении недоставленных писем. Выращивание дружеских отношений с почтальонами не изменилось, так как он больше трех. Обучен почтовым секретом потерянно, близко, знаком с тягостью. Спросить, как почтальоны тут оказались. То, как они проводят выходной, вас не впечатляет. Их истории имеют разное начало. Скука, разочарование, парень, раздавленный чувством вины после ошибки, но заканчиваются эти истории одинаково. Недоставленные письма и посылки накапливались в течение месяцев и лет. Попытки игнорировать недоставленное, прятать его в стол или на дно сумки, повышение интереса к этим предметам. Наконец, решение. Поддаться в принуждению, отправиться в нунции и избавиться, наконец, от остатков. Почтальонов не приносят мертвые письма нунции. Письма приносят почтальоны. Почтальонов не приносят мертвые письма нунции. Письма приносят почтальоны. Расспрашивал почтальонов. Так. Можно ли взять униформу на время? Они вежливы, но вам доверяют нунции. Можно ли еще раз взять? Они вежливы, но не дадут униформу. Вернемся на пристань. Исследуем пляж. Вот куда весь этот мусор. Надо его рассортировать. Теперь у вас есть недоставленная почва. Конверты, которые недоставлены адресату. Вы идете вдоль берега с большим мешком. Многие конверты слишком влажные, адрес смыт, его невозможно восстановить. Но удивительно, много конвертиков по-прежнему разборчивы. Также тут есть посылки. Вот ящик. Вот сообщение в бутылке. Вот запечатанная бочка, что всылала после кораблекрушения. Ваш мешок получился довольно тяжелым со всем его содержимым. Но его тянет вверх и в сторону. Прямо под направлением к зданию управления недоставленных писем. Как будто он непокорная собака. Очень страшная тут какая-то сила. А может еще раз озвучить? Уже две недоставленные почты. Ладно, оставим. А это трудно выполнимая задача. Ну да, то же самое. Нунцей. Давайте-ка поработаем в управлении недоставленных писем. Тупой Томас вводит вас по управлению. Небольшая приемная, где разыскивающие недоставленные письма могут изложить свое дело. Масса служебных помещений гораздо больше по размеру, где вновь прибывшие письма и посылки накапливаются и сортируются. Промозглый соленый запах, который невозможно выветрить, по-видимому, из-за того, что посылки провели много времени в воде, прежде чем попали сюда. В пособном помещении машина, которой управляет почтовая крыса, крыса-мастеровой, фуражка. Он закидывает лопатой и влажные письма в бункер машины, те выходят из него сухими, чистыми, отглаженными, затем сортируются в различные слоты в соответствии с размером и качеством бумаги. Одно из возможных тут занятий это место не назовешь быстроразвивающимся. Рожде знать, что происходит в тайной комнате. Механизм выглядит интересно. Нужно сторониться побольше. Давайте-ка скорбим машины. После длительного жужжания машины начинают распределять. Семь позолоченных приглашений в раздел «Аристократическая корреспонденция». Две негабаритные посылки, вероятно, с книгами. В лоток книги. Одна штампированная бронзовая табличка упала с лязгом в мусорное ведро с надписью «Первый город». Почтовая крыса соблюдает за этим с таким видом, как будто она удовлетворена. Еще раз. Нунций не изменился ничего. Ключ от подвала. Вы уже работаете здесь достаточно долго, и вам, наверное, он потребуется. Он удивлен такой прозе. Большинству почтальонам там не нравится. Никто и никогда не просил ключей, но он сделает для вас новые. Будьте аккуратнее, выходите, как только почувствуете неладное. Открыть подвал. Открываем. Ой, там ужас какой-то. Что вы ожидали? Несколько стеллажей с припасами? Еще больше папок с письмами? Только на несколько листов старше? Нет, тут яма. Она такая глубокая, что свет понаря не показывает дно. Не показывает дно. Видите, все правильно. Читаю. Дорожка спиралью спускается вдоль стены. Эта спираль становится все шире. По мере того, как она идет, как если бы вы спускали еще из узких конец очень большой раковины. Вдоль дорожки стена полок из закоулков неординарной величины. Некоторые размеры в несколько квадратных дюймов и содержат пару свитков папируса. В других лежат ящики, больше чем гробы. Они сделаны из древесного гриба, выращенного в соответствии с требованиями. На них нет никаких следов, что их обрабатывал плотник или почтовая крыса. Сделав три витка вниз по спирали, видите, опять, и вы чувствуете, что уже не можете дышать. Пора уходить. Вы сможете вернуться позже. Хранитель подвала. Глубже обследовать подвал. Возможно, вы поторопились уходить так рано. Все равно не может быть настолько плохо. Лучше бы, знаете, мы пока уйдем отсюда, потому что есть подозрение, что мы тут с ума сойдем. Топливо. Ну, поставщики эти плохие, они там цены заломят, и мы тут ничего не купим. Нам пора уже снимать, а то сойдем с ума. А сходить с ума, это, согласитесь, не особо приятно. Еще вот, что могу сказать, так это то, что игру эту создали на пожертвование. Собирали на нее на кикстартере. Запросили разработчики, по-моему, в 2015 году 60 тысяч фунтов британских. В итоге было собрано 100 тысяч. Ну, 100 тысяч, это в переводе на рубли. 8 миллионов 600 тысяч рублей. Ну, не маленькая, но и небольшая сумма все-таки, надо понимать. Если учитывать, что вот труд программиста в России стоит 100 тысяч, а труд программиста в развитых странах, ну, в той же Великобритании, наверное, будет стоить около, насколько я читал, 300 тысяч, либо 400 тысяч. Что есть, скажем так, может, даже баланс с бюджетом не сойтись, понимаете, да? А если учитывать, что нужен не только программист, но и, допустим, взять того же, ну, кто пишет все эти рассказики, потому что мы-то с вами ничего не напишем, как вы можете сами догадаться. Да. Так что, поняли, да. Моряк сходит с ума, он бродит по кораблю с дупинкой в руках, пьет товарищей по палубе, он плачет, он зол, он да, он сердится, выстрелить ему в голову, это единственная безопасная вещь, которую можно сделать. Он уже убил одного человека, ой, надо его убивать, я думаю. Уговорить его по имени, назвать его по имени, напомнить ему о том, кто он, где и почему. Взять его живьем, быть может, вы сможете как-то удержать его от полного безумия. Ну, дело в том, что я, уже такое однажды со мной происходило, я знаю, что если мы будем его уговаривать, он будет убивать команду, поэтому мы стреляем ему в голову. Четыре команды, железо успешно решило задачу, рявкнуло оружие вашего моряка, и он упал. Вы провели поспешную похоронную службу по его бедной душе и жалкой жертве, но кто будет следующим? Все, поздравляю. Теперь мы плывем с черепашьей скоростью буквально, потому что ужас, видите? Что же делать-то? Ну, я думаю, в принципе, черепашьей скорость, конечно. Вроде как, чем меньше команда, тем меньше голод нарастает. Я не уверен, конечно. Ну, придется вот так ждать вам. Я так хочу добраться до Лондона этого. Как в Лондоне создали эту игру. Правда ли интересно? Кстати, собирали разработчики игру. Также Sunless Skies. Ну, эта игра уже вышла. И что я могу сказать касательно этой игры? Так это то, что... Ой, как бы мы тут не умерли вообще, как мамонты. Фонарь у нас у корабля шипит и искрится. Пугает и так несчастных моряков. И смотрите, что я скажу вам касательно этого. Разработчики решили, что им нужно для создания этой игры 100 тысяч фунтов. Ну, столько, сколько они собрали в прошлый раз. Цена 40% больше, чем они запрашивали в прошлый раз. Но собрать им удалось на данный момент 3077... Ой, какие 3000? 377 тысяч фунтов. Вот. То есть сумма намного-намного больше, чем они просели. И игра должна получиться хорошей. Хорошей. Выходит она. Но она сейчас в раннем доступе, как вы, я думаю, знаете. И поэтому там не все так гладко. Но в ней вроде как, по отзывам я читал, намного больше историй. Еще больше чтения. Более насыщенная игра. Ну, игра про... Воздушное острово. Честно говоря, не знаю вообще, как игру эту собрали с Анлы Ситов. Потому что, во-первых, это очень мало денег. Их 8 миллионов в 600 тысяч. Это все-таки очень-очень маленькая сумма. Потому что труд программист, даже если он стоит 300 тысяч. И то это эконом-класс какой-то получается. Ну, для иностранцев. То это же, смотрите. Там, по-моему, даже год не сможем платить программисту. Но это совсем не дело. Вот 3 на 12. Сколько будет? Сейчас скажу, сейчас скажу. Да, я уже посчитал 36. То есть 3 миллиона 600. То есть один программист только сможет работать на протяжении всего лишь года. А игры, как правило, все-таки несколько подольше разрабатываются, чем... Усички грибка. Флора без названия. Силкам. Это что такое, а? Остров Грызунов. Недалеко на северо-запад. Остров Грызунов. Но мы там на поверхности. Солнце все еще обогревает землю. По крайней мере, так говорят. Море темно и безгранично. Ужас увеличивается. Святая гавань. Похоже, этот остров на него выходит свет. Тут я, кстати, не был вроде как. Смотрите, свет, свет там. Там солнце есть. Там солнце есть. Хотя не похоже. Два одинаковых благородных дома. Там нет жилья в поле зрения. Нет рынка. Немного в стороне. Исправный причал. Ой, знаете. Знаете, честно говоря. Что-то мне кажется. От греха подальше не будем высаживаться. Потому что мы можем с легкостью так взять и получить ужас. А у нас так ужаса слишком много. Мы и так уже получим рану. Потому что у нас слишком много ужаса перед приходом. В этот. Ну вы поняли, куда в Лондон. Так что. На обратном пути как-нибудь. Главное еще команду пополнить надо бы. Ужас. Нарастает стремительно. Туман лучше оплыть. Чтобы ужас не так быстро рос. Как же медленно мы плывем. Ой. Ну вот за пять минут успели вроде как. Успеем точнее. Ферма. Ну ладно, бросим ее. Восемьдесят ужас. Море темное и безгранично. Ужас стремительно нарастает. Если бы мы были в тумане. А так он просто увеличивается. Да, опасно с ужасом на самом деле быть. Так, так, так. Голубые модные ледниво сползают по дымоходу святой. И рамус танцует, доносится крик. А интересно, рядом с монстрами мой ужас будет быстрее расти? Вроде как нет. А было бы интересно, например, если бы мы рядом будем с ювянскими крабами проплывать, то, собственно, страшнее станут капитан нашу команде точнее. И наоборот. Плывем, плывем, плывем. Растем, растем, растем. Видите, видите, снимаем свой стресс. Падший Лондон. Команда, да, мало команды у нас осталось. Ну, как я сказал, загружаться мы будем только в исключительных случаях. Допустим, если нас убьют, чтобы не перепроходить игру заново. Потому что все у нас будет, насколько я понимаю, если мы начнем заново игру, все то же самое. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но в этом я очень сомневаюсь. Но вроде как, если мы, допустим, там наследника можно сделать. У нас есть новости просто интересные. Вроде как, нету. Секреты только есть. Секреты. Один раз за игру произойдет что-то приятное. Вы нашли что-то ценное. Эсей, эсей. Сделать тут ничего не можем. А вот к радугу тоже нет. Возвращаться нужно с каждым из этих цветов. В общем, зубчик. Съесть мы его не можем. А так вкусно было бы, правда ли, а? Мне тоже это скучно двигаться. Ну, ладно, что поделать. Нарастает, ужас нарастает. Но, в целом, мы тут как бы все уже сделали. Что должны были? Так, вот так, да. Выключаем фонари. Они нам уже не нужны. Смотрите, 97. Сверхэконом-класс какой-то прям получается. Только вот есть хочется. Как вы можете заметить в команде. Ну, кстати, мы можем покопаться, покопаться там. Нарыть эти артефакты, а потом сдать их. И так много раз делать. Только я не уверен, что нам будут бесконечно эти артефакты давать. Ладно. Включим свет, а то две травмы еще дадут. А согласитесь, инвалидам становиться было бы как-то не особо приятно. Подплываем, подплываем. А вот и мы и вернулись в Падший Лондон. Кстати, есть игра Падший Лондон, Fallen London. Fallen. Но она на английском, переводить ее мы не можем. Я и так на простые тексты переводить не могу. А уж сложные, ты подавно. А действительно интересно, сколько нужно слов, чтобы перевести игру Падший Лондон. Как я читал, что там вроде как для этой игры нужно в ней написано больше слов, чем в толке. Ну, Хоббит там, Пластелин, Корец и так далее. Вы поняли. Как только травм касается набережной, ужас и бездна оставляют вас. Выше голову улыбка появляется на лице. Только что сосны теперь за вас цепляются. Вот. Ужас всегда падает до пяти листьев, если он был выше, когда возвращаетесь к Лондону. Однако, если ваш ужас был слишком высок, то потом вы будете страдать от кошмаров. Вот, кошмары. Проверим почту капитана Порта. У слепого Громилы есть дело в доках. Добрый вечер, сэр. Что за чудесный вечер, если вы не против этого? А, как я посмотрю, вы любезный человек, так что я думаю, вы не против. Итак, а так как вы человек любезный, возможно, вы не будете против маленького путешествующего из Галупа Лмерсон с кое-каким грузом. Может, вам случайно будет по пути? Весельчак, конечно, покроет все ваши расходы на это пустяковое дело. Один путь в тюрьме. Принимаем. Нам нужно непроштампованный ящик, выдающихся человеческих душ на гору Палмерсон. Если вы будете так любезны, что доставите этот маленький подарок нашим друзьям на горе Палмерсон, то они увидят, что мы постоянно слышим о них. И когда вы вернетесь, мы покроем ваши расходы. Бон Ваяш, как говорится, моя тетя, француженка по рождению, если мне будет позволено так выразиться. Прочитаем утреннюю газету, получим припас и снимем ужас. Вернемся в город. Давайте-ка, новый рекрут тоже нас ждет. Тревожный доктор. Кок. Артиллерист, судовой врач. Фокусник. Добрый фокусник, я инженер. Ну, не надо у нас пока. Матросы, давайте-ка. Одна команда. Этого недостаточно. Пополняем команду. Теперь вы получили две команды. Надо еще пополнить команду. Три команды, отлично. То, что доктор прописал. Ваши длинные байки нашли благодарную аудиторию. Покрытые шрамами опыта. Мужчины и женщины топают на борт и ищут место на канатных гамаках. Так, посетите рынок РОС. Чрезвычайные результаты. Непрочитанный журнал. Спросить, что им нужно. Давайте-ка, жизненно важную информацию дадим. Я рад, что вы доставили это мне. У меня есть коллега в некотором роде, так называемый дипломат. Я сообщаю вам это, потому что доверяю. Дипломат заплатит больше, но я найду этой информации более полезное применение. Он подается вперед. В этом мире есть силы, о которых я не могу сообщить. Дидишки флота я не могу назвать достойными. Передавайте информацию мне, и мы сможем сделать все правильно. Теперь у вас есть восстанавливающиеся. Икс превосходства Лондона. 350 эхо. Вы получили поддержку Адмиралтейства. Помощь в пропитании, может быть. Что ему нужно? Так. А, да, принципат мы еще не сдастли. Дипломат обитает вблизи Адмиралтейства, в кабинете на втором этаже над гимназией для леди и джентльменов-боксеров. Ваш разговор прерлукается звуками далеких выкрилоков и ударов. Дипломат реагирует на звуки с нежной улыбкой. У меня есть двух, говорит обыденный дипломат, который будет благодарен за доставку куда-нибудь еще. В ханство, например, или в портсердолик. Агент позволяет вам наладить сеть разведки и иногда увеличивать ее в будущем. Давайте-ка возьмем себе шпиона. События в большой игре. Жизненно ваша информация. Ну и ну. Теперь я слушаю. Спросить о роли дипломата. Каким видом дипломатии он занимается? Видом дипломатии, которой нельзя списывать со счетов. Я прикреплен к Адмиралтейству и к министерству иностранных ДиАЭЛ. Лоно не тот, что был раньше, но у меня по-прежнему есть интересы за границей. Я занимаюсь этим в меру своих сил. Я крайне надеюсь, что в достаточной степени патриот, чтобы не задавать много вопросов о подробностях. Ну что ж, Адмиралт человек принципов. Очень прямолинейный, очень традиционный в своих взглядах. Думаю, с его стороны это довольно храбро. Ожидать, что флот будет действовать без помощи извне. И у него прекрасный вход к камерной музыке и вину. Надеюсь, эти слова ясно выражают мои чувства. А ему нужно 7 зубчиков и 21 рулон паучьего шелка. Сколько, сколько ему надо зубчиков? Скажите мне, я не увидел. Кажется, я не увидел. 7 зубчиков, а я хотел купить 10, ой. 1000 эхо за 7 запечатанных бурдюков. Надо было купить. И рулоны паучьего шелка. Скалы спасителя далеко на востоке. Ну, хорошо. Беспокойный студент. Печальные останки. Сколько он даст за них? 5 эхо? Ну, это как-то не особо. Он бы только впустую пропал в склепе. Он протирает череп рукавом. Думаю, дикая ползучая рода идеально подойдет. Вероятно, желтый. Огромное спасибо. Пусть это останется между нами. Эолит. Давайте-ка сохраним. Может, они еще когда пригодятся. Интригующий обрывок. Я бы, наверное, классифицировал это как сплетни, а не как информация. Тем не менее, 50 эхо. На ваш счет. Будет очень скоро записано. Покиняем университет. Я думаю, уже пора попрощаться с вами. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк, если хотите, чтобы было больше серий по игре с англости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые серии. И всего вам самого лучшего. Не прощаюсь. Покиняем университет. Покиняем университет. Покиняем университет. Субтитры подогнал «Симон»!